Передавать у аренду участки водотеков с початку будущего года будет нельга. Отповедный указ номер 247 подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Документ утримливает несколько принциповых изменений. Одно из них имеет социальный накерунок – право населения на бесплатное аматерское рыболовство. Сегодня в этой теме была присвечена селекторная нарада, которая произошла в Гомельском облаконке. Тему протягнет Марина Джалая. У Беларуси 32 арендаторы рыболовных угодзев, 28 из них – в Гомельской области. Тут больше за все водотеков – СОЖ, Днепр, Припять. Тому новый указ в большей ступени тычется миновата нашего региона. В ближайший час специалисты створят комплексный план размещения рыболовных угодзев. Будут вызначены озеры и сажалки, которые можно будет передавать у аренду. Участки водотеков, реки, каналы и ручаи арендовать для аматерского рыболовства будет заборонено. Для людей запрет на организацию платного любительского рыболовства на участках рек, ручьев, каналов. На этих участках нельзя будет организовать платное любительское рыболовство. Для рыбаков это правильный подарунок. Бо ловить рыбу можно будет на всех участках рек бесплатно. Но уже сейчас арендаторы в доброгохватном парадке могут позволять бесплатную аматерскую рыбалку на этих участках, где за это по колью еще предупреждена плата. До речи, летость в вынику платного аматерского рыболовства на Гомельшине было выловлено свыше 75 тонн рыбы. В 2016 году арендаторами Гомельской области выловлено более 181 тонны рыбы, что составило 57% от установленной квоты. Кроме того, выловлено более 77 тонн рыбы при осуществлении платного любительского рыболовства, что составило 60% от установленной квоты. Невыконание квотов на вылов рыбы – это не только выник розных порушений у тем лику злачинного характера, а и климатичные перешкоды, низкий узровень воды. И еще одна проблема – тычется парадку на берегах рек. Без господаров прибережные территории худко забрудживаются. Прибирать их будет нема кому. На сегодняшний день, согласно условию договоров аренды, арендаторами выполняются такие условия, как содержание в надлежащем состоянии прибрежных полос. Негативный момент законопроекта, что на сегодняшний день может быть потерян контроль за состоянием прибрежных полос. Такая проблема может не возникнуть у вогуля, коли каждый человек, який отпочивая на березе реки альбо ловить рыбу, приберет за собой сметти. Дарыши рыбаки, яких мы сустрели на березе сожа, с этим згодны. А на вину об адмене платной рыбалки на участках рек успремают с энтузиазмом. Даже мусор мы за собой убираем, пепелицы стараемся последить, отдыхающие убираем. Рыбаки должны уважать, должно остаться детям. Аренда должна быть, водохранилище закрытое, чтобы оно зарыблялось. Человек там, как положено все. А если река, как можно зарыбить реку? Это фиктивно все, это они выпустили, неизвестно куда она, в Украину уплыла, вверх к россиянам поплыла. К платной рыбалке на реках отношусь отрицательно. Считаю, что платная рыбалка, она возможна только на закрытых водоемах, когда берет орендатор его, благоустраивает, зарыбляет и предоставляет все услуги. На реках, мне кажется, это абсолютно не имеет никакого смысла. И, по сути дела, все рыболовы, которые выезжают на реку, они все против. Поэтому зарыбить реку, на мой взгляд, это невозможно. Еще одна приемная новина. Участок Раки Припять в Мазырском районе, по пропонове старшине Аблова Конкама, навод на ближайшей погоде, поколь уступить усилу указу номер 247, не будет сдадену аренду. Иначе, кажучи, для аматорского рыболовства застанется бесплатным. Марина Джала, Игорь Маришенко, Телеродо, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова